МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 1 марта включительно на Ямале продлен режим повышенной готовности. Национальный проект дороги у Муравленка готовится к летней масштабной дорожной стройке. От масштабной к массовой. С 18 января в стране начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих. Здравствуйте! Информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших в 7 дней. Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта включительно. Документ подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Все ныне действующие ограничения сохраняются. Людям старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, предписывается самоизоляция. Ямальцы при возвращении из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней обязаны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу. Сохраняется масочный режим и социальная дистанция в магазинах и местах оказания услуг, общественных местах и транспорте. Предприятия общественного питания с 23 до 6 часов утра работают только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Запрещена работа ночных клубов. 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Перейти к ней от масштабной на этой неделе поручил Владимир Путин. На совещании с членами правительством подробно расспросил министров, каковы запасы препаратов, мощности для их выпуска и надежность. Готовятся к массовой вакцинации на Ямале. В округе расширен список категорий граждан, которые могут вакцинироваться. Подробности в следующем сюжете. На совещании с правительством президент подчеркнул, что на прошлой неделе российской промышленности удалось превысить плановые объемы выпуска вакцины. В стране все готово к тому, чтобы перейти от масштабной к массовой вакцинации населения. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. И я прошу иметь это в виду. Готовить соответствующую инфраструктуру. Слава богу, вакцина наша не требует при перевозке, при транспортировке каких-то экстренных, таких необычных условий, как там минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать. До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит более 2 миллионов в доз вакцин. Причем препарат эффективен и против нового, так называемого, британского штамма коронавируса. На сегодняшний день я могу сказать, что тот секвенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит о том, что вакцины эффективны против этого нового штамма. Но, как я уже сказала в своем выступлении, мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200 процентов, если можно так сказать, что это действительно так. На Ямале стартовал очередной этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Напомню, в округ поступили 1300 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Препарат оперативно распределяется по муниципалитетам. В Муравленко вакцинировать начали еще в декабре. Прививки получили медработники. В январе вакцинацию прошли еще 75 человек. Это вторая прививка, второй компонент. Чувствую себя замечательно. И после первой прививки тоже все было хорошо. Решила привиться, потому что очень не хочется болеть. На Ямале принято решение о расширении перечня вакцинируемых граждан. Теперь прививку могут поставить лица с хроническими заболеваниями, а также лица старше 60 лет. Кроме того, вакцинация стала доступной работникам служб жизнеобеспечения, волонтерам, военнослужащим и сотрудникам организации сферы услуг. Участие в вакцинации – это не только забота о своем здоровье и окружающих. Поставить прививку – значит проявить гражданскую ответственность. Ну я же знаю, что в будущем будет без этой прививки. Сейчас к врачам через полгода, как к врачам придешь, тебе сразу же прививка была или нет. Обязательно нужно. Сейчас такое время, что без прививки не обойдется. Перед процедурой каждый пациент проходит осмотр. С температурой или при наличии симптомов простуды прививку делать нельзя. Врачи каждому пациенту объясняют правила, которые нужно соблюдать после получения инъекции. На сегодняшний день в обязательном порядке местные инъекции не трогать, не мочить его. Общий душ сегодня тоже исключить. Поровые процедуры исключить. То есть сегодня должен быть очень спокойный день. Вакцинированные ведут специальные дневники самонаблюдения, которые действуют на портале госуслуг. Там нужно фиксировать все сведения о состоянии здоровья после прививки. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России. Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо позвонить на телефон нашего колл-центра. Вся информация о желающих привиться от ковид будет передаваться на телемедицинский центр. Для консультации будет звонить в доктор, собирать анамнез. Подлежит человек вакцинация, не подлежит, болел раньше ковид, не болел, имеются ли какие-то хронические заболевания. То есть перед тем, как привить человека, собирается полный анамнез. И комиссионно решается вопрос, подлежит человек вакцинация или нет. Когда сформируется иммунитет, покажет время. Должно пройти почти полтора месяца после получения инъекции, чтобы провести необходимые анализы. На 42-й день мы оцениваем иммунитет. Сдается кровь на иммуноглобулины и уже по напряженности иммунитета мы смотрим, насколько она была действительно. В ближайшее время на Ямал поступит новая партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Отечественная прививка считается эффективной более чем в 95% случаев вакцинации. Ирина Бугрим, Антон Иванов, Новости Муравленко. В конце недели наш город посетил архиепископ Салихардский Новоуренгойский Николай. В храме Преображения Господня он возглавил богослужение и обратился с проповедью к прихожанам, рассказывает Наталья Матюшкина. Колокольный звон возвещает о прибытии архиепископа. После торжественной встречи начинается богослужение, которое приносит духовную благодать всем, кто в нем участвует. Ходим часто в храм, ходим для того, чтобы искупить свои грехи, попросить прощения и получить Божью благодать. И научиться правильно жить в это суровое время. Это самое главное. Уметь любить, учиться любить, учиться прощать и учиться делать добрые дела. Успокоения, во-первых, для себя находим. Просим за близких, здоровье, благополучие. Дети, когда наши уезжают, просим также за них. Приезд архиепископа в наш город всегда радость для прихожан и духовенства храма. Сейчас православные отмечают Рождество, Христово и Святочные дни. Вскоре будут встречать праздник Богоявления или Крещение Господня. Очень рад поделиться с вами радостью, связанной с тем, что мы с вами сейчас встречаем святки после Рождества Христова, которые дадутся в Духу и Визию. Рождество Христово, Бождество нам всем. В этот светлый день произошло еще одно радостное событие. За достойное прохождение церковного служения поощрили служителя храма преображения Господня Иерея Павла. Иерея Павла Саввилова догадывается право наношения Камиланки. Аксиус! 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 Владыка прибыл в наш город в день почитания преподобного Серафима Саровского. Этого святого очень чтят в православном мире и всегда обращаются к нему за помощью. За его подвиги и за ту великую благодать, которую Господь дал ему. И вот эта благодать, конечно, привлекала многих и многих приходящих к нему. Сам преподобный Серафим для нас является как бы моим путеводителем в духовной жизни. После богослужения архиепископ провел причастие и поздравил муравленковских православных с праздниками. Желаю, чтобы исполнилось в жизни всех нас с вами, чтобы Господь на нас с радостью взял, чтобы мы с вами стали причастниками жизни тех святых, которые воспринимаем, и самое главное блаженное, блаженное вещество, которое Господь ожидает всех нас, как раз в духовном местном царстве и невестном. Аминь. Наталья Матюшкина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. С 1 января в городе заключены новые контракты по обслуживанию улично-дорожной сети. Однако подрядчики остались прежними. Это индивидуальные предприниматели Осаян и Мативосян, техника которых задействована внутри микрорайонов, а также фирма «Вотум», работающая на уборке городских улиц и тротуаров. Только за две неполные недели этого года дорожники вывезли из города 12 тысяч кубометров снега. Татьяна Бойко продолжит тему. В одном из дворов по улице Муравленко снегоуборочная техника работает с самого утра. Этот микрорайон обслуживает индивидуальный предприниматель Осаян. Дорожники стараются работать на совесть. Снег убирает до самых плит. Рядом с многотонным экскаватором мини-погрузчик выглядит как игрушечный. Но, несмотря на небольшие размеры, легко справляется со снежными валами, которые после себя оставляет габаритная техника. Автовладельцы близлежащих домов личный транспорт убрали заранее. Поэтому дорожники работу выполняют быстро и качественно. Но так бывает далеко не во всех дворах. В таких ситуациях подрядчики стараются находить компромисс. Стараемся договариваться. Где-то зовем хозяев, чтобы они вытаскивали машины. В общем, где как. Где-то стараемся так убрать аккуратно. Сколько техники выведет подрядчик на улице напрямую зависит от погодных условий. К примеру, сегодня у ИП «Осаяна» работает 4 погрузчика, 5 самосвалов и грейдер. Техники у нас много. И по мере надобности, по мере выявления работ, то есть чем больше будет снега, тем больше будет техники, соответственно. Не будет такого, что у нас будет один погрузчик кататься по городу, создавать видимость работы. Где надо, мы туда выгоняем. Допустим, сегодня у нас могут 4 погрузчика работать, завтра будет 6. Если надо, будет выгоним и больше. С 1 января на очистку внутриквартальных проездов заключено 4 контракта с двумя подрядчиками – ИП «Осаян» и «Мотивосян». Со снегом на улично-дорожной сети справляется компания «Вотум». Прежде чем подписать договор, был проведен входной контроль компании, участвующих в торгах. Заказчик оценил исправность техники, ее количество и разнообразие. Мы еще от подрядчиков потребовали технологические карты. В чем они заключаются? Каким образом должны убираться проезды? То есть, это одна техника, две техники, три. По каждому виду работ. Соответственно, погрузчик, самосвалы, маленькие погрузчики для уборки тротуаров непосредственно по внутрикварталке. Вот этот весь комплекс работ мы уже проделали. И сейчас мы начинаем контролировать непосредственно подрядные организации. Кураторы от УКЗ контроль ведут ежедневно. Пока серьезных нареканий нет. За неполных две недели на снежный полигон вывезено 12 тысяч кубов снега. В внутриквартальных проездах сейчас работает около 8 самосвалов только. Плюс еще УДС, 6 самосвалов. И плюс производится уборка и детских площадок, и школ соответственно. То есть, работа идет полным ходом. А вот жители города работу подрядчиков оценивают по-разному. Ну, доволен. В этом году снега мало, может, поэтому это оперативно делают. Не очень хорошо. Раньше, мне кажется, лучше было. Ну, все в сравнении познается, насколько всем известно. Так ведь? Прошлый год, позапрошлый. Вот в этом году, чем в прошлом году, даже еще лучше стало, я бы сказал. Везде, всюду. Как бы дороги чистые, не гололед, все хорошо. В этом году, я считаю, вообще все даже во дворах уборка прекрасная. Поэтому, не знаю, я довольна, например. Заезды лучше бы чистили по двору. Ну, вот видите, он как бугор какой. В целом, все классно, все убрано чисто, город нарядный, все замечательно. Если у жителей города появятся вопросы, предложения или замечания, касающиеся уборки снега, можно позвонить по телефону 55400. Специалисты Управления коммунального заказа примут информацию и помогут решить проблему. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Петр Князев. Новости Муравленко. 14 января губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер Марат Хуснулин подвел итоги кампании по строительству и ремонту дорог в 2020 году и обозначил задачи на ближайшее время. На Ямале прошлый год был объявлен годом дорог. Главными событиями стали открытие Пуровского моста раньше запланированного срока и запуск круглогодичного проезда по дороге на Дымс-Алихард. На совещании у президента России с членами правительства Марат Хуснулин привел мост через Пур как успешный пример государственно-частного партнерства. Предлагаем приступить к реализации новых объектов на принципах государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетных источников. В целом у нас уже есть успешный опыт реализации ГЧП проектов в регионе. Презентация представлена, как в Ямало-Немецком округе был открыт мост через реку Пур, построенный на частные деньги. В целом в год дорог на Ямале начались работы на 400 километрах региональных и муниципальных трасс. Завершить их планируется в 2022 году. В муниципалитетах в нормативное состояние привели 76 километров дорог, реконструировали и построили почти 27 километров. По итогам совещания губернатор Дмитрий Арсюхов поручил провести проверку эффективности выделения субсидий на дорожную деятельность в муниципалитетах. Особое внимание обратить на приемку объемов и качества работ. К национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги Ямало-Немецкий автономный округ присоединился еще в 2019 году, а в 2020 в регионе началась большая дорожная стройка. Только у Муравленка капитально отремонтировали три участка дорог. Масштабные работы запланированы и в этом году. Подробности в следующем сюжете. В 2020 на ремонт и реконструкцию дорог регионального и муниципального значения на Ямале выделили беспрецедентные ресурсы. У Муравленка удалось отремонтировать и благоустроить три участка на улицах Муравленка, Губкина и Ленина. Здесь полностью заменили дорожное покрытие, проложили новые тротуары, ливневки и установили новые освещения. Результат оценили жители города. Водоотвод, который здесь до этого был, вода не уходила. То есть это дополнительная аварийная ситуация для водителей. А сейчас, как бы, благодаря водо-ливневкам и прочим, получше слава на трассах, на дороге. Разница значимая. Очень хорошо сделали и освещение, и как уложили асфальт, и отливы. То есть всё прекрасно, не луж, ровная дорога, приятно ездить. Лучше, чем было, намного очень лучше. Молодцы, молодцы, отработали неплохо. В этом году капремонт на этих улицах продолжится. Напомню, реконструкция дороги на улице Ленина идёт в несколько этапов. В прошлом году приступили к ремонту непосредственно дорожного полотна. На очереди участок от улицы Школьной до украинских строителей. Продолжится реконструкция на улице Муравленка. На этот раз дорожным рабочим предстоит выполнить ремонт от Ленина до улицы 70 лет Октября. Третий объект – улица Школьная. Концепция ремонта на всех участках едина. Расширение проезжей части, укрепление обочины. Это обязательно либо перекладка, расширение тротуара, либо строительство там, где их нет. Это обязательно освещение с двух сторон, озеленение, высадка деревьев. Какие дороги нужно отремонтировать в Муравленка в первую очередь, зависит от их соответствия нормативным требованиям. В 2018 году у нас было проведено обследование независимой экспертной организации технического состояния всей улично-дорожной сети в городе Муравленка. Были определены участки и улицы, требующие первоочередного проведения ремонтных работ. Поэтому, исходя из этого, и составлялись планы. К тому же, при планировании работ по благоустройству и капитальному ремонту в Муравленка применяется комплексный подход. То есть, работы планируют с учетом перспективных планов развития города. У нас реализуется жилищное строительство. У нас идет строительство объектов в социальной сфере. Как, допустим, на улице Школьной строится детский сад и школа. И подъездные пути, улица, проходящая рядом с этими объектами, она должна быть также отремонтирована и готова к периоду завершения и ввода объектов в эксплуатацию. Если говорить о дальнейших перспективах, то капитальный ремонт дорог запланирован на всех улицах, чтобы в каждом микрорайоне города было комфортно и пешеходам, и автолюбителям. Зульфье Фарвазово, Виталий Сидняев, Сергей Лукович, Новости, Муравленко. Жители Ямала, которые не смогли летом 2020 года использовать льготный проезд к месту отдыха, могут получить компенсацию за отпуск следующего года. Проезд будет оплачен и детям работников. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Прежде всего это касается людей, которые работают на крайнем севере. Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Из-за ограничительных мер многие из них так и не съездили в отпуск. Эти работники, их дети, смогут получить компенсацию в новом году, когда поедут в отпуск. Также правительство подготовило на 2021 год программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по полису обязательного медстрахования. В том числе высокотехнологичный и специализированный. В программе учтут особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. А для медучреждений предусмотрены авансовые механизмы, которые помогут в выплате зарплат, оплате коммунальных услуг, закупке лекарственных препаратов. Автоинспекторы ГИБДД первыми приходят на помощь тем, кого подвел транспорт на автотрассе. В дни, когда на Ямале стояли морозы под минус 50, а то и более, большегрузы попросту глохли на загородной дороге. А их водители оказались буквально на грани выживания. Рассказывает Татьяна Бойко. 23 декабря 2020-го на трассе под минус 50. КамАЗ заглох буквально посреди дороги. А это уже 4 января 2021-го. Прицеп оторвался от тягача прямо во время движения. Мороз под 40. Казалось бы, водителям помощи ждать неоткуда, но автомобилисты не остались с бедой один на один. И в первом, и во втором случае автоинспекторы организовали регулировку движения и нашли транспорт, чтобы отбуксировать большегрузы. А порой и сами брали на буксир легковушки, которые вместе с автолюбителями оказались в морозном плену. Или вот, к примеру, помогли водителю грузовика заменить колесо. В ходе патрулирования на рядом дорожно-патрульной службы на 345-м километре автодороги Сыру Целихард было обнаружено транспортное средство КамАЗ, которое частично стояло на проезжей части. В ходе беседы с водителем оказалось, что у него пробито левое переднее колесо. Для того, чтобы своевременно освободить проезжую часть для движения других автомобилей и не создавать аварийных ситуаций на дорогах, автоинспекторами в условиях мороза было принято решение помочь водителю заменить колесо с пробитой шиной на запасное колесо. Таких историй спасения наберется немало. Вахид Атигенов ехал с Дагестана в Новый Уренгой. Остановился помочь водителю, а потом и сам не смог завести свой автомобиль. Газель при 50-градусном морозе остыла быстро. Пешком добрался до кафе, шел почти 2 километра. После решить проблему помогли автоинспекторы и спасатели. Позвонили сотрудники, забрали меня с кафе до машины. Остановили машину другую, зацепить. Дотащили до стоянки и все оттуда уже утром до города. Имен, конечно, не помню, но они были на фарде. Спасибо большое за помощь сотрудникам, также в службе спасения. Там есть один спасатель, зовут его Ильнар. Его и его водителю. Большое спасибо. Автомобиль Ивана Осмодьярова тоже не прошел проверку морозами. Водитель ехал из Салихарда в Тюмень. Хёнде-Портер заглох на трассе в нескольких десятках километров от Муравленка. Проехали Уренгой. Там температура была уже 47 градусов. Встали мы где-то 20 километров от Муравленка. Видимо, патруль просто ехал по трассе и остановился помочь. Предложили погреться. Остановили автомобиль. Примерно по размерам, как наш, чтобы смог нас тянуть. Очень быстро решилось. Буквально 10 минут, и мы уже ехали на остановленной машине в сторону Муравленка. Когда столбик градусника опускается ниже 30, инспекторы ДПС контроль на трассе усиливают. Чтобы не только помочь водителям, попавшим в беду, но и убедиться, что на проезжей части нет транспорта, который сковал мороз. Ведь в условиях плохой видимости он может стать причиной ДТП. В преддверии холодов, перед заступлением на смену, в первую очередь мы проводим обследование нашей зоны обслуживания. И в случае, если не представляется возможным, то останавливают попутные транспортные средства, узнаем, есть ли на проезжей части грузовые, лиховые транспортные средства, нужно ли оказать им помощь. Убрать с дороги неподвижный большегруз – непростая задача. И чтобы ее решить как можно быстрее, требуется соответствующая техника. В первую очередь данную проблему может решить грузовой эвакуатор, который, к сожалению, у нас в Ямалоавтономном округе нет его. Если данный грузовой эвакуатор будет в каком-либо городе, в Ямалоавтономном округе, это зачастую решит проблему, чтобы убрать транспортные средства как минимум с проезжей части, а в дальнейшем, чтобы эвакуировать данное транспортное средство до пункта обогрева его. Но как бы ни было сложно, без специализированной техники помощь всегда приходит вовремя. Нередко сотрудники Ямалавтодора выступают в качестве спасателей. У нас в технике есть грейдер. Помогаем, протаскиваем его. Спрашиваем еще какие-то помощи надо или сломаны. Дальше может ехать, не может ехать. Человек же все-таки стоит на дороге. Как ты можешь проехать, если не помогаешь? Это любое время. И мы тоже можем на дороге оставаться. Так что люди должны друг другу помогать. Каждый раз до наступления сильных морозов автоинспекторы и сотрудники МЧС напоминают водителям, что выезжать на трассу в такие дни опасно. Как правило, аномально низкая температура воздуха долго не держится. И если нет острой необходимости в поездке, морозы легче переждать. Госавтоинспекция города Мураленко настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок морозы, избегая движения по загородным автодорогам в ночное время. Также обращает внимание водителей на своевременную заправку автомобилей топливом и его соответствует температурным режимам. Также перед выездом необходимо провести тщательную проверку технического состояния автотранспорта, элементарно зарядить мобильное устройство и желательно с собой взять теплую одежду, трос и инструменты. Если верить прогнозу погоды, очередные морозы вновь ударят в середине следующей недели. Экстренные службы их встретят во всеоружии. Вместе с тем сотрудники ГИБДД и спасатели надеются, что и автолюбители сядут за руль, лишь когда будут уверены в том, что при аномально низкой температуре транспорт их не подведет. Но если все же случится поломка, помощь придет незамедлительно. Татьяна Буйко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Купить проездной автобусный билет по льготной цене такая возможность теперь есть у 5000 школьников и студентов Ямала из малоимущих семей. Все, кто претендует на данную меру поддержки, заплатят за месячный проездной 174 рубля, независимо от города или района. Где-то это будет электронная карта, где-то бумажный документ. Чтобы его приобрести, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения муниципалитета. С этого года школьники и студенты из малоимущих семей имеют право приобрести единый проездной билет на городской транспорт по льготной стоимости в размере 174 рубля. До этого года данная категория граждан пользовалась возмещением расходов по проезду на городском транспорте. Оно составляло 399 рублей ежемесячно. Но практика показала, что данная выхлата не всегда покрывала расходы на приобретение этой категории проездных билетов. Все деревянные дома в городе признаны ветхими и непригодными для проживания, а потому подлежат сносу. Переселение жильцов деревяшек – комфортное жилье – одна из приоритетных задач как местных, так и окружных властей. Год назад губернатор Дмитрий Артихов принял решение расселить миллион квадратных метров непригодного жилья за пять лет. Только за прошедший год из городских аварийк выехали 500 семей. Тему продолжит Алена Гафарова. В прошлом году в Муравленко завершилось строительство четырех многоквартирных домов. Это более 6000 квадратных метров жилья. Новостройки сданы на улицах молодежной, украинских строителей, энтузиастов и переулки Муравленковском. Заселятся в новые квартиры порядка 100 муравленковских семей. Ключи они начнут получать уже этой весной, в апреле и мае. Всего же с аварийками в 2021 году попрощается около 300 семей. Большинство из них получат денежное возмещение. В текущем году в дома новостройки планируется заселить жителей из шести многоквартирных аварийных домов. Все жители этих домов, это и наниматели, и собственники, получат заблаговременно письменные уведомления о необходимости явиться в отдел жилищно-социальных вопросов УМИ для того, чтобы решить жилищный вопрос. Переселение и снос – эти два процесса всегда идут параллельно. Главное условие – все жильцы должны своевременно покинуть аварийное жилье. В 2020 году полностью расселили и демонтировали 28 деревяшек. Планку не намерены снижать и в этом году. В 2021 году планируется расселить и демонтировать более 30 домов. Это те дома, которые мы начали расселять в 2020 году, но не расселили их до окончания 2020 года. А также дома, которые планируются начать расселение в 2021 году, ну и расселить и демонтировать. Сегодня в Муравленко четыре многоквартирных дома полностью расселены, но пока не снесены. Такие деревяшки могут представлять опасность. В управлении муниципального имущества объясняют, расселенные многоквартирники будут демонтированы в ближайшее время, а пока управляющие компании ограничивают доступ в такие здания, заколачивая окна и двери, а также частично обрушая конструкции входной группы. За безопасностью следит специальная комиссия. Управление муниципального имущества на постоянной основе еженедельно осуществляет осмотр такого фонда в целях контроля, а также недопущения проникновения в данные аварийные дома, исключение доступа третьих лиц, в том числе несовершеннолетних. В 2020 году Ямал вошел в число регионов, которые досрочно выполнили целевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилья. Возведение новых домов для расселения муравленковцев из аварии продолжается. Сейчас в городе на разных этапах строительства находится 16 многоквартирников. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленка. Такой была информационная картина минувшей недели. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру